Держите, тоже сотрудник полиции нет? А где жетон у вас? На основании 152 статей гражданского кодекса, я запрещаю выкладывать материалы в СМИ со своим изображением. Ну это я понял, а жетон-то где у вас на грудной? Я не буду выкладывать. Вы при исполнении или как находитесь? Да. А жетон? Жетон в машине от службы наставил. А маска где ваша? Почему без маски? На улице нахожусь. 23 февраля отмечаетесь? Нахожусь тут на улице. Вы трезвый? Трезвый. У меня большие сомнения. Ну это ваши сомнения. Скажите, ваш напарник, это вы вместе вышли с автомобиля? Почему, кстати, у вас обувь не по уставу? Сейчас, сейчас. И жетон, и удостоверение, и наряд вызовем, сейчас проверим. Здравствуйте, Рус Ньюс. Добрый день. У вас на плакате написано путинизм, раковая опухоль РФ. Да. Может быть у вас есть какие-то, так сказать, против опухолей лечения? Что можете об этом сказать? Ну, к сожалению, мне кажется, мы находимся на том этапе, что эта опухоль уже не поддастся лечению никакому. Ну, мы дошли до той точки. Мы давно уже доходили до этих точек, но, мне кажется, события последних дней, мы не сможем уже вернуться обратно с этим человеком. Но, беда, беда везде. Страна больна. Я, честно, даже не представляю, какое лечение может быть какое-то. Но, с этим человеком я не представляю. Я вышла сегодня потому, что необъявленная война с братским народом идет уже 8 лет. Она идет с 20 февраля 2014 года. Ну, а теперь, когда мы уже нашли год объявленной войны, конечно, жертв станет несравненно больше. И ужас в том, что вот эта шайка вооружащих жуликов, шайка сумасшедших, которая готова, ну, отправить край всех. Ну, всех. Все население территории Российской Федерации, территории Украины, ну, они приблизились, приблизились к вот этой правоукраинской войне. Я с этим совершенно не согласна. Но я считаю, что это безумие они творят, потому что у них нет и не было повестки развития, и они хотят прикрыться темой врага, темой войны. И вот под эту тему пытаются спрятать отсутствие какого-либо развития, то есть объявленная борьба с бедностью перешла в борьбу с народом, населением как Российской Федерации, так и Украины.